Кстати, вот «Любовь к родине» и «Национальные проекты». Еще за одно высказывание зацепился в интервью, что не существует американского кино. Нету. Что это кино наднациональное, глобальное. Вот странно, мне кажется, что все-таки существует. И как раз у них тема... Существовало 60-е и 80-е. В СССР, помнишь, Америка, сегодня снимается кино, чтобы посмотрел Китай, в том числе и Россия, неплохо собирают деньги. Чтобы было понятно. А я обожаю корейское кино, японское кино. Южная Корея или Северная? Французская. Северная Корея, наверное, уникальные фильмы. Они не доходят до нас. Потому что это национальное кино, очень субъективное. Это очень интересно. Американцы — это бизнес. Кто убил детское кино? Олд Дисней. Он уничтожил детское кино. Почему? Потому что он понял, что если снимать детское кино, а это возраст 4-8 лет, который было, помните? Невыгодно. Надо снимать такое кино, чтобы какой-нибудь 40-летний папа тоже ржал вместе с сыном. Сейчас такие есть анимации. Сейчас смотрят дедушки и бабушки. Но это не детское кино. Если вы внимательно послушаете на слова, которые там произносят персонажи, иногда лучше бы я бы не советовал детишкам послушать такие слова. Я сейчас не могу это повторить, потому что скажут, что это так, а это в мультиках идет. Поэтому я за субъективный национальный кинематограф, я за авторский кинематограф, но я хочу сказать такую вещь. Что такое авторский кинематограф? Данели — это авторский кинематограф? Конечно. Ильдар Рязанов? Абсолютно. Когда есть человек, ну, рассказчик, который это рассказывает. А Грымов — это авторский кинематограф? Конечно. Конечно. Это мой взгляд. Это мой субъективный взгляд.